Здравствуйте, друзья! Сегодня программа «Чтоб я так жил» приехала в гости к главному дирижёру Пермского губернского оркестра Евгению Теретинову, чтобы познакомиться с его четвероногими питомцами. Я дочери, когда ей было года 4, подарил собаку Колле. И, видимо, вот с детства заложили любовь к животным, и она всегда говорила, когда я буду взрослая, у меня будет много собак. И так оно, в принципе, получилось. У дочери много собак, но все они живут у нас. Какая первая собака? Самая старшая в вашей семье? Самая старшая – это Клёпа. Дети её приобрели как мини-той-терьера. Но когда она подросла, из неё получился маленький поросёночек. Клёпу я бы назвал такая скандальная бабёжка. Обязательно всех облаят, и она всегда глазки святые. Вот она, вот возьмите меня, я самая главная, самая лучшая. Очень такая хитренькая. Потом они решили приобрести стафарширского терьера. Когда мы узнали о их желании, мы отговаривали, потому что всё, что связано было с этой породой в нашем восприятии – это только ужас. Ну, когда зять принёс щенка, он такая чаровашка. И мы, естественно, все растаяли. Георгий Иванович, он такой солидный мужичок, вот как сказал, так и будет. Клёпа его приняла как собственного ребёнка, щенка, и поэтому она его воспитывала, дрессировала. Потом он стал её строить, потому что он почувствовал, что он главный, и он стал, естественно, хозяином и руководителем. Когда у нас родилась Варвара, Гоша у нас уже был достаточно большой. Когда Варька начала ходить, он её периодически ронял. Нам пришлось на некоторое время привезти их к папе. Я так понимаю, они тут прижились. Да, они настолько здесь прижились, что папа нам сейчас уже его не хочет отдавать. Конечно, здесь гораздо привольнее, и есть где бегать. Видимо, дочь не может без собаки вообще находиться. Зять подарил ей ёрширского терьера. Она является тенью внучки, она защитница. Я так понимаю, что всё-таки, глядя на детей, вы себе позволили завести собственную собаку. Вот эти породы гладкошерстные, и поэтому зимой они только могут выйти утром погулять, или вечером, когда мы с работой приходим. И супруг говорит, мне бы хотелось, чтобы был охранник. Когда привезли овчарку, я тоже в неё влюбился. Вот ей было два месяца, она умненькая собачка, солидная, она степенная. Ну, у неё хорошие родословные, хорошие родители, которые служат на посту нашей Родины. Как ребёнок, она всё ещё готова с тобой тоже порезвиться, поиграть. И от этого, конечно, сердце тает. Ну, я её, знаете, полюбила, когда только на фотографии увидела, прям сразу влюбилась. Марта покорила ваше сердце. Покорила, однозначно. Когда я смотрю на взаимоотношения вашей внучки с собаками, я понимаю, что Варя буквально счастлива. Да. Она счастливый ребёнок. Ты без собачек можешь жить? Нет. Самый послушный у тебя кто в твоей команде? Муса. Ты прям командуешь, Буси. Давай, командуй. И нет, и сад. Я знаю, что когда вы в детстве учились играть в трубе, собаки окрестных районов очень интересно вообще реагировали. Да, все мыли. Я не знаю, в этом они видели элемент хорового пения или, наоборот, это паника у них была. Я тогда ещё своих собак не очень хорошо знал. Но, по крайней мере, соседи не очень радовались, когда я занимался на инструменте. Вы, Евгений Александрович, человек известный в городе. А известные люди, они вот ведь всегда на виду и часто это слегка напрягает. Я, видимо, поэтому и уехал жить в деревню, потому что вот эта энергетика, которая присутствует на массовых мероприятиях, она много берёт энергии. И я получаю удовольствие, когда я приезжаю в деревню за высокий забор, закрываю калитку. И собаки, они меня принимают в любом настроении. И в этом какая-то, знаете, вина перед собакой. Ты ведь понимаешь о том, что вот ты пришёл со своими проблемами, а встречаешь вот такую радость, которая готова тебя расцеловать. Единственное, что только обнять они не могут. И это восстанавливает силы, безусловно. Поэтому всегда думаешь, а заслуживаешь ли ты вот такое отношение. Вы бы могли сказать про своих собак, глядя со стороны, чтобы я так жила? Я думаю, что да, наши собаки не обделены вниманием. Мы стараемся с зятем вот нести такую нагрузку. И для меня это большая поддержка и помощь, потому что собаки, они требуют регулярного общения и регулярной дрессировки. Я построил вольер для Георгия Ивановича. Своими руками? Да. Вот для Марты мы уже построили с зятем, с Владимиром зимние апартаменты. Я уверен в том, что любое животное должно иметь свой уютный дом и хорошего, надежного хозяина и защитника. Программа «Чтоб я так жил» должна оправдывать свое название. Поэтому в конце мы всегда угощаем своих героев всякими разными полезными вкусняшками. До новых встреч! Собаки, ну у вас волшебный коллектив. Вообще, а кто ответит за количество калорий, которые я вам сегодня скормила? Ты будешь отвечать? Кто же собак считает калории? Когда приехала программа «Чтоб я так жил»? Ну, сами понимаете. Ну, сами понимаете. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!